зеркальный коридор штука странная опасная и непредсказуемая лучше не пытаться там бродить вглядываясь свои отражения пытаясь понять где же она самая истинная и правдивая где номер первый во всех этих я да и вообще не стоит в зеркало слишком пристально всматриваться не стоит ждать когда в собственном зрачке как на фотографии проявится самая суть тебя самого не послушалась пошла в лабиринт побрела осматриваясь прихорашиваясь ища свою душу в этих бесконечных отражениях а какая ты есть на самом деле вдруг раздался ее же собственный голос ты сможешь найти себя здесь тут и что за странный вопрос я это я где а что если я сейчас щелкну пальцами и уберу личину успешного хирурга раздался щелчок и одно из изображений исчезла волевая и строгая женщина на выход щелчок и еще одно зеркало опустела заботливая дочь несчастная женщина рыдающая в подушку преданная мужем жена хорошая хозяйка терпеливая соседка зеркала мертвели с каждым словом и наконец не осталось ни одного отражения она в панике побежала по коридору вглядываясь пустые поверхности отражавшие только самих себя и никого больше она закричала я есть я я я а когда ты что-то делала для этого самого я чтобы она не просто существовала а радовалась жизни когда ты в последний раз вспоминала об этом самом я она опять закричала и с размаху ударила кулаком ближайшие зеркало ее удивлению она не разбилась но ее отражение в нем не появилась она почувствовала что и сама тает испаряется то ее действительно нет есть маски а вот если их снять останется вакуум пустота она кричала и кричала чувствуя как этот вакуум затягивает ее растворяет в себе и она лишается разума она просто исчезает валентина николаевна казанцева успешный и талантливый хирург положившая свою жизнь на алтарь дочерней верности и любви проснулась от своих криков сны она обычно не запоминала не верила что бывают вещи и да и вообще как человек образованный строго уповающий на науку она считала что сны это всего лишь работа мозга освобождающегося от дневных стрессов и переживаний господи что же у меня в голове таки до психиатра недолго сказала она самой себе избегая смотреть в зеркало висящее напротив кровати устала вчера вот и наснилась она не сразу вспомнила чем же вчера отличилась а как только поняла что теперь у нее жизнь самую малость изменилась вернее на две самые малости выбросила из головы все дурные мысли и побежала на кухню у нее было очень важное дело вчерашний день был приятными радостным отец прислал гостинцев и письмо и она немного всплакнула над большой корзиной вспоминая как в детстве папа ее любил и баловал как поддерживал и как мирил их с мамой когда взрослеющая валечка скандалила по любому поводу как папа привозил ей шоколадки и импортные джинсы много чего она вспоминала и опять в душе всколыхнулась надежда что он бросит пить и заживут они лучше всех надежда вспыхнула и пропала как его отучить ведь пьет столько лет не бывает такого она как врач хорошо понимала все особенности этого страшного недуга от этих мыслей она заплакала уже по-настоящему вспоминая и мамину несчастливую судьбу да и свою тоже ну что это такое ветеринар принес ей большой кусок марли вместо носового платка и сказал чтобы вытирала слезы сморкалась умывалась и садилась завтракать потому что такие запахи терпеть просто невозможно да кто же завтракает картошкой и грибами схлипывая спросила валентина и вдруг поняла что это именно то чего ей и хочется и земляники с мороженым на десерт без проблем сказал ветеринар и добавил что так как завтракают они без галстуков и прислуги а также знает друг друга уже почти неделю пора бы перейти на ты и выпить кофе на брудершафт так начался этот приятный день валентину надо было работать и валяна просилась к ветеринару в помощники животных она всегда любила и часто порывалась завести кошку или собаку вот только отец был против особенно его собаки раздражали она знала что у него в детстве была какая-то тяжелая история с собакой вот и не хотел он лишних напоминаний а она представляла как открывает дверь она встречу выбегает маленький пёсик и прыгает и ласкается или же руки и лицо или степенно выходит важный и пушистый кот трется об ноги просится на руки и громко мурлыкает как старый холодильник и как они рады ее видеть и им абсолютно все равно как она причесана как одета и какое у нее настроение она уже и рыбок собиралась купить чтобы был хоть кто-то кто не ругался бы на нее не игнорировал не скандалил но потом решила что наблюдать бессловесных и равнодушных красавиц ей будет и вовсе тяжело доброе утро михаил михайлович как машенька как бульдозер девушка администратор была сама любезность и радость от того что врач приехал на работу рассказывай татьяна строго сказал ей ветеринар что рассказывать девушка покраснела и опустила глаза чем накосячила конечно твои приветствия добрых вести не сулят подкидыши татьяна вздохнула пришла женщина с котятами а потом сказала что кошелек в машине забыла и можешь не продолжать показывай собак и кошек нам часто подкидывают пояснил ветеринар валички думают раз уж мы врачи значит в хорошие руки обязательно пристроим ну или себе возьмем то нам жалко что ли он вздохнул записки пишут трогательные у танюши уже целая коллекция есть бывает просто бросают под дверью а бывает вот так занесли и убежали бывает после операции не забирают разное бывает и что вы с ними делаете с людьми ничего а с подкидышами пытаемся пристроить то еще с ними делать между тем татьяна принесла коробку в которой мяукали два котенка оба рыжие пушистые с белыми манишками валя посмотрела на них и ахнула вот именно таким она и представляла своего кота так на первый взгляд здоровы веселые бодры только есть хотят тань тащи банку корма и устраивай их потом проглистогоним и привьем а ты звонил приюты пиши объявление ну как всегда ты знаешь можно я их заберу валя сказала это быстро пока внутренний голос не вмешался и не привел массу причин почему этого делать нельзя забирать только рады будем перерывах я их осмотрю хочешь прямо сегодня и заберем очень хочу валентина сама себе удивлялась что она делает отец пропадает в лесу неизвестно что с ним и как она не только особо не беспокоится но и котят заводит а про работу вообще даже не думает не переживает что у нее в голове она вдруг поняла что упускает что-то очень важное она попыталась вспомнить сон странный сон который ей еще пока не приснился но витал над ней уже долгое время еще лучше вспомнить сон который еще и не снился да она помотала головой избавляясь от морока может быть действительно к психологу записаться на прием психолог психиатр свое я которое она искала во сне что-то там было важное очень важное в конце того сна когда она кричала и билась зеркала что что она забыла что там было когда снились ей эти зеркала или еще не было валя все хорошо она вздрогнула от мишиного голоса да да пыталась кое-что вспомнить я их очень хочу забрать сегодня валентин не будет против вот уж не думаю он эти дни прямо таки светится ему жизнь вернула валентина покраснела михаил сделал вид что не заметил этого и продолжил пора начинать прием танюша выдаст тебе халат и вперед спасать жизни это оказалось очень тяжело она никогда не представляла как сложно сделать пациенту укол если он зубаст когтист и не понимает своего счастья не понимает что его лечат и хотят как лучше валю два раза поцарапали кошки и почти укусил маленький но важный чих так ветеринар ласково называл собак чихуахуа потом они дружно в пятером пытались измерить температуру сибуаину потом она заполняла паспорта потом она еще что-то делала и в конце дня она поняла что устала намного сильнее чем уставала у себя в больнице миша свежий и бодрый сказал ей что когда нет эвтаназии и смертей он и не замечает как пролетает день вот сегодня как раз такой и есть ты принесла мне удачу увольняйся и переходи работать к нам так еще надо заехать в магазин и на ужин что-нибудь сообразить ветеринар говорил и говорил она валю навалилась такая усталость что она заснула в машине не ходи в зеркальный коридор сказал ей отец появляясь из ниоткуда не ищи свое я не мудрствуй а просто живи отец помахал ей рукой и ушел куда-то она побежала за ним но очутилась странном лесу где не было ни цвета ни звука не времени есть стало настолько страшно сердце забилось так сильно что она проснулась полуфабрикаты на ужин других вариантов нет между тем продолжал разглагольствовать ветеринар не заметив что валя уже успела подремать и проснуться и что взгляд у нее испуганный а руку она прижимает груди стремясь унять скачущее сердце не ходи в зеркальный коридор не ходи в зеркальный коридор слова повторялись и повторялись как заезженная пластинка заполняли собой всю голову всю машину охватывали весь мир и она почувствовала что еще немного и кроме этих слов ничегошеньки на всем белом свете не останется валя плохо запомнила тот вечер она что-то съела и заснула прямо на диване в кухне смутно помнила что по ней карабкались котята что потом ее кто-то взял на руки и куда-то понес ей подумалось что она вернулась в детство и что эта мама искупав ее завернула большое полотенце и несет в кроватку ей стало так хорошо тепло и уютно что она прижалась к маме как ей казалось удивилась что от нее странно пахнет чужим домом дровами и лесом но сил думать у нее уже не оставалось и она крепко-крепко заснула и разбудил ее только этот странный сон вернее разбудил собственный крик и ужас от осознания того что ее и нет на самом деле что и сама она всего лишь сон самое главное в жизни это ритм и распорядок это я понял прожив у лесника даже не знаю сколько я там прожил по ощущениям годы по факту неделю дней 10 или даже месяц я не знаю календаря в его доме не было про свой телефон я и думать забыл а когда попытался его найти понял что не помню даже брал я его с собой или нет когда каждый день наполнен вроде бы бестолковыми делами поначалу кажется что и не живешь ты вовсе так одним утром я и сказал леснику когда он погнал меня на прополку а что тебе кажется толковыми делами задал он мне встречный вопрос я что-то там начал говорить про настоящее свершение вон как моя дочка людям здоровья и жизни возвращает а не морковку на огороде дергает и тут этот наглец так тихонько спрашивает а если твоей валюшке не продадут ее любимое пирожное потому что пекарь скажет что все эти сладости ерунда на самом деле а надо носорога в африке спасать и не загадает она свои традиционные три желания как она в своей больнице кого-нибудь спасет тогда также успешно я конечно ни черта не понял пирожные какие-то желания а он мне и рассказал какой у нее ритуал есть тут мне муторно на душе сделалось мы с ней оказывается совсем чужие раз она мне никогда про это не рассказывала и так мне погано на душе стало антек тут же это понял и попытался меня утешить она про это вообще старается не говорить чтобы чудо не спугнуть и знаешь она права самые лучшие вещи на этой земле лучше хранить в тишине не трепаться попусту не хвастаться помалкивать о волшебстве помолчал и добавил все у вас наладится вот выдашь ее замуж за хорошего человека и наладится я рассмеялся замуж скажешь тоже еще на плети что и внуки у меня будут внуков не будет скорее всего а вот к одной девчонки прикипишь душой станет она для тебя как родная это возможно сбудется на плел три короба как водится но главное я понял не бывает бестолковых дел просто некоторые видны а некоторые нет вон например собак два раза в день покормить до пол за ними потереть вроде бы мелочь но зверюгам не объяснишь что это из-за дела считать нельзя им есть хочется вот кстати о зверюгах волк мой таким красавцем стал глаз не отвести налюбоваться я на него не мог и часто по ночам тосковал вспоминал того первого все-таки не верил я что это мой а он как чувствовал это подходил носом так руку пинал сдыхал и ложился около моего топчана пытался даже в ноги мне лечь но тяжелым он стал большим не помещались мы с ним о чем это я а так вот после того памятного дня когда время остановилось а потом не просто пошло она помчалась но лето почему-то все никак не заканчивалась и я заподозрил что возлюбленное времени жившие когда-то в нашей избушке она все-таки жива и где-то неподалеку все продолжает свою ворожбу я с тех пор часто стал ходить к источнику с каждым визитом с каждым купанием с меня как грязь сходила бывает так когда болеешь сильно как будто в скафандр тебя кто-то одел дышать тяжело и на коже что-то липкое и противное вот эту гадость я и смывал себя ходили мы вдвоем с волком антек выдавал нам пару маленьких бидонов для воды и говорил что у него и своих дел по горло не знаю что уж за дела у него там были разве что приготовить огород он на меня навесил на охоту он сам ходил хоть и грозился меня с собой взять передумал видать сказал что не хочет чтобы я кровь видел что мол пауки опять набежать могут я у него спросил какие такие пауки он только отмахнулся так мы с ним и жили вроде бы все обыкновенно скучно но мне нравилось и с каждым днем мне становилось все легче и приятнее на душе и начал я даже подумывать о возвращении я подумал и испугался и что я буду делать в городе опять навалится тоска опять серость опять телевизор дома и люди и я вдруг осознал что не хочу отсюда никуда уходить как-то вечером вопрос ребром и поставил спросил можно ли мне остаться тут навсегда навсегда нельзя грустно ответил антек это место особенное оно сильно помогает но она как костыли как сложная операция вот тебя на ноги поставили а там уж сам потихоньку и место твое не здесь это сам скоро поймешь поймешь и уйдешь я тебе одну подсказку дам в город тебе возвращаться не обязательно и там чужой и в горах вырос на воле там твое место я уже было хотел сказать что родительский дом давно продан до родное село стало чужим уже давным-давно но лесник меня опередил ты буквально все понимаешь не обязательно на родину ехать и не торопись всему свое время я и не стал торопиться жил себе и жил огороде работал с волком гулял с бураном и его семейством даже подружился буран то сам хороший кобель был умный и ласковый а вот сука эта огромная белая а все дичилось рычала даже но я ее перестал бояться почему-то понял что здесь ничего плохого со мной случиться не может как уже сказал не знаю сколько времени прошло но приснился мне кошмар будто бы бежит моя валюшка по зеркальному лабиринту бежит и выбраться не может кричит бьется в зеркала руки изрезала вся в крови и так мне за нее больно и страшно стало что я тоже закричал проснулся и тут же понял что пора возвращаться кроме меня некому ее защитить отец пришел утром я выбежала на машкины крики из дома и увидела как он медленно с трудом идет по мишиному огороду я кинулась к нему подумав что он или пьян или болен а потом увидела что он навьючен как карикатурная тетка бредущая с базара большой допотопный оболаковский рюкзак корзина маленький бидончик который унес аккуратно стараясь не размахивать им а рядом трусила большая собака повизгивая и явно переживая за отца машка с бульдозером уже скакали около папы требуя гостинцев и внимания валюша он увидел меня скинул рюкзак бросил корзину вручил бидончик машки и побежал ко мне как же я соскучился он так крепко прижимал меня к себе что у меня дыхание остановилось валечка все повторял он и гладил меня по волосам а я почему-то заплакала и подумала что это за местность такая слезливая у меня постоянно глаза на мокром месте обнимал и боюкал меня отец как когда-то в детстве не плачь родная моя не плачь теперь все будет хорошо и я почему-то сразу это поверила я всю жизнь искала человека с которым не было бы спокойно да да вы не ослышались спокойно и тепло знаю что обычно женщины ищут себе надежных любящих и заботливых мужей но мне хотелось такого неземного космического спокойствия и я знаю о чем я говорю потому что я встречала такое дело было давным-давно я тогда закончила первый курс и мы с подругами поехали в студенческий лагерь в горах этом лагере обязательно надо было один день отдежурить на кухне как же это было обидно тратить целый день счастья на мечу посуды и чистку картошки когда вокруг горы свет воздух парни молодые красивые и не очень умные и наоборот разные как и девчонки романы там завязывались каждый день и воздух кипел от страстей и желаний и вот мы решили сделать все максимально быстро метались молниями по кухне таскали воду перемыли гору посуды а тут нам повар выдал ящика три картошки ножи пенючки под навесом рядом с кухней и сказал приступать мы надеялись управиться с ней за час и убежать загорать на речку но быстро выяснилось что картошка была еще прошлогодняя вся сморщенная проросшая а ножи нам выдали тупые и как мы не пытались их наточить толку было ноль и вот представьте сидим злые ругаемся картошку и свои души терзаем а повар приводит нам парня на подмогу мы на него даже не посмотрели вернее глянули ничего особенного блондин худой какой-то бесцветный и незапоминающийся их а сказал что его юра зовут а мы фыркнули и даже своих имен и не назвали а просто продолжили чистить эту чертову картошку и ругаться в полголоса и тут он просто сказал да не парьтесь вы девчонки а мне еще и нож свой отдал сказал он острый и все а мы как дрессированные мыши замолчали и почувствовали как от него исходят волны спокойствия честно не вру даже не привираю спокойствие и тепла как будто бы мы не под навесом сидим а на солнышке но не жарком и жестком горном а теплом сентябрьском морском нежном и ласковым я не помню о чем мы говорили а может быть мы просто молчали и продолжали чистить 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 картошку и очнулись только тогда когда пришел повар и сказал что сейчас он нас сильно обрадует бегите девчата хватит на сегодня но он нас этим не обрадовал разозлил потому что юра немедленно встал и ушел мы побежали за ним запоздала представляясь и выясняя в каком домике он живет выяснилось что он приехал шумной компанией и что девушки у него вроде бы нет и мы все четверо воспряли духом вы уже поняли что влюбились мы в него не по уши как-то это грубо звучит она вечно крепко по настоящему и все из-за этого спокойствия и тепла влюбились моментально с первого его слова он нас словно притянул к себе да вот только ни одна из нас ему не была нужна тот отдых превратился в муку мы подстраивали внезапные встречи приглашали его на дискотеку на рыбалку за малиной за земляникой просто погулять прогнать паука в комнате посмотреть на змею забить гвоздь мы были изобретательны и настойчивы и через пару дней над нами смеялся весь лагерь я не могу этого понять сейчас и не понимала тогда почему его магия подействовала только на нас он ни на кого не обращал внимание загорал потом стал нас избегать и проводил дни где-то в лесу с книжкой смена закончилась мы насильно впихнули ему свои номера телефонов а когда началась учеба мы не забыли его о нет бегали к институту а он учился в политехе высматривали его тоже пытались подстраивать случайные встречи и каждое утро со страхом смотрели друг на дружку не появилась ли печать счастья от блеск его спокойствие на лице у подруги вы знаете я просто хотела сесть рядом с ним погладить его по волосам прикоснуться к нему мысленно я уже называла его мое солнце и сердце у меня замирала когда я вспоминала запах его одеколона счастью он был каким-то редким и как я не принюхивалась прохожим ничего подобного я не чувствовала счастью потому что иначе с ума бы наверное сошла моей второй просьбой к небесам было послать мне всего лишь название его аромата чтобы я могла купить флакон и насладиться тем самым его запахом первой просьбой как вы понимаете была мольба встречи у небес тогда случился отит и ни одна просьба не было услышано мы его так и не встретили он навсегда остался для меня загадкой возможно у него была девушка и он был ей верен возможно мы просто были не в его вкусе я не знаю потом я встречалась с разными парнями веселыми умными надежными глупыми подлыми они меня смешили защищали любили ненавидели предавали и делали мне больно я даже побывала замужем но вот того самого чувства которые я никак не могу забыть больше не было ни с кем пока вы уже догадались пока я не приехала на этот странный хутор не познакомилась с валентином чью жену я когда-то не смогла спасти как происходит эта магия химия влечение чувства я не сразу поняла почему меня к нему тянет сначала за отца переживала ни на что внимание не обращала а потом однажды вечером он подал мне чашку какао так забавно обычно предлагают чай кофе вино а тут какао как в детстве он даже зефирок купил для меня подал и замолчал задумавшись о своем а я вдруг ощутила то самое знакомое чувство чувство что ты греешься под ласковым солнцем что вокруг спокойно и безопасно и что именно этот человек тебе и нужен я уверена его тоже ко мне тянуло но почему-то мы с ним вели себя как два подростка краснели заикались и я в который раз пожалела о том что человек так сложно устроен но почему нельзя подойти к мужчине и сказать в лоб что он нравится что я надеюсь что он именно тот кто мне нужен так мы с ним и переглядывались улыбались друг другу и все ждали когда кто-то сделает первый шаг все резко изменилось то утро когда вернулся отец я даже его не узнала загорел до черна я даже испугалась что все это время он пил поэтому кожа и приобрела такой характерный оттенок но нет папа был трезв и бодр а вот с головой были проблемы утверждал что жил у загадочного лесника больше месяца пап глупости не говори смотри вот дата на телефоне вот ключи телевизор дату посмотри неделя прошла да и как бы ты без еды месяц прожил почему без еды удивился отец и стал рассказывать чем его кормил тот самый лесник которого звали странным именем антек польская не знаю может быть конечно все это было невероятно удивительно отец принес корзину сочных помидор рюкзак овощей корзинку земляники а к ней жирные сливки в том самом маленьком бидончике который он аккуратно стараясь не расплескать нес по этому странному лесу он много чего рассказывал и если бы не все эти гостинцы небольшой волк сопровождавший отца я бы во все эти россказни не поверила и решила что он очередной раз делает из меня идиотку валюша ты просто поверь это как дед мороз если мне уверен что он есть и щедр к тебе а не веришь отец развел руками и скрутил пару кукишей вместо мешка с подарками ох не знаю не знаю не могла я в это поверить и принюхивалась к папе и да грешна попыталась его напоить не может человек столько лет бывший запойным пьяницей взять и бросить его рассказы про целебный ключ про каких-то пауков я вообще списала на приступ белый горячки и удивилась как он сам ее пережил без капельниц и медицинской помощи валя что ты делаешь валентин вытащил меня из-за стола и завел свою комнату когда я по моему в третий раз попыталась налить отцу водки просто пойми не пьет он больше не провоцируй не надо это проверять а вот нас пока нет он не выпьет я рвалась на кухню уже представляя как отец наливает себе сразу полстакана выпивает наливает еще и валентин обнял меня так крепко что я чуть не задохнулась от него пахло зимой дровами и чем-то таким особенным не подберу слова им самим наверное это было так неожиданно хотя если честно я об этом мечтала уже пару дней а он не делая попытки меня поцеловать все обнимал и обнимал меня а потом тихо тихо сказал на ухо все у нас будет хорошо и наконец-то поцеловал так трепетно и нежно что у меня опять перехватило дыхание он гладил меня по волосам целовал и что-то говорил а я впервые в жизни поняла что оказывается от поцелуев можно плакать тихо и счастливо мы бы долго так стояли целуясь как влюбленные подростки не смея подумать о большем но тут хлопнула дверь и машка громко спросила где дядя валя и что сегодня на обед что на этом хуторе творилось со временем так никто и не понял да и не пытался если уж быть совсем честным это знаете как увидеть чудо и попытаться расковырять его до составных частей а ведь всем известно что все самое интересное и удивительное любит тишину и покой завесу тайны а когда все разобрано до винтиков оно становится обычным явлением не более того да что там время времена года имели обыкновение меняться в одночасье правда не на самом хуторе а чуть дальше в лес странный то был массив начинался вроде бы обычно елки и березы всякие дубы даже попадались да все как на картинке а вот если пустят дальше спрашиваете почему пустят там леший дело свое знал крепко и нежданных гостей водил по малюсенькому кругу около самой границы той границы за которую пускали только избранных как и кто их избирал тоже так никто и не понял был явно какой-то во всем этом смысл а вот какой то никому не ведомо это как рассуждать почему земля носит отъявленных злодеев дотерпит людское издевательство над собой когда я все таки поверила самую малость поверила в то что отец говорит правду я потребовала чтобы меня отвели в лето а что я хотела сама увидеть ту мифическую ель за которой начиналась сказка земляника деревянная избушка и тот самый загадочный лесник статный красивый и сильный мужчина хотела поговорить с ним спросить про загадочных пауков хотела посмотреть на собак хотела искупаться в целебном роднике хотела я многого но вот получила те самые кукиши которые праведчески показал отец как так получилось что мы втроем нагруженные гостинцами и подарками кружили по кругу имея на руках компас я не поняла и валентин не понял хотя как-то они с папой перемигнулись так заговорщицки и я поняла что они оба были заранее уверены в наши неудачи и ни капельки не расстроились я приставала к ним с расспросами они лишь ответили мне что не бульдозер не волк с нами в лес не пошли как мы их не уговаривали и не тянули а значит дороги нам не было сразу же ну почему я даже ногой топнула от досады придя в третий раз к той же елке я ее уже в лицо знала но никак не понимала где нас разворачивает и почему а потому что у всех свои секреты любительница крошечных пирожных ответил мне отец и хитро так подмигнул откуда откуда черт возьми он знает об этом от лесника ответил мне отец хотя я молчала как двоечник у доски я не нашлась что ему ответить мы оставили все гостинцы под елкой и с позором вернулись в дом к валентину я очень боялась этого момента понимаете за эту неделю вся моя жизнь в раз изменилась но эти изменения были здесь а если вернуться в город это все по новой это все то же самое и что будет с нами с отцом и мной с валей и мной если вообще это мы именно поэтому я и настояла на этой прогулке я старалась оттянуть тот момент когда нам надо будет попрощаться и уехать в город лапа моя сказал отец когда мы вернулись в дом я вздрогнула так он меня не называл давным-давно в детстве это было моим секретным именем не лапушка а вот это смешное сокращение лапа лапа моя повторил папа я не хочу возвращаться в город я хочу остаться здесь но я все продумал и договорился меньше вернее в клинику нужен ночной сторож я им подхожу да и днем может быть чем помогу а жить ты где собираешься я начала потихоньку заводиться вдруг осознав что отец стал для меня моим ребенком о котором я думала все свободное время и тут этот ребенок вдруг сообщает что он уже взрослый и будет жить отдельно я опять вспомнила зеркальный коридор и свой кошмар меня нет без отца и работы меня нет меня зазнобила с вами невозмутимо ответил отец с кем с нами с тобой и валькой мы уже все обговорили а нашу квартиру можно сдать или не сдать а ты туда иногда будешь забегать проверять что там и как почту забрать пенсию я на карту получаю так мне там и не надо появляться с кем обговорили я еле-еле смогла вставить слово в его речь по-другому и не скажешь с твоим конечно не лесник так и сказал что вот выдам тебя замуж за хорошего человека и выполню свою миссию но я не согласен с ним в этом я еще могу и в клинике поработать да вот еще он мне говорил что к ребенку чужому привяжусь всей душой я так думаю это машка будет ох и оторва но нравится она мне девчонка без матери расти будет мишка еще не развелся нет но так скоро разведется но вы не переживайте у него уже сердце не свободно он просто пока об этом не знает развод тяжелый будет но тут уж судьба такая отец нес эту околесицу а я опять подумала что он не просто выпил а нашел у ветеринара то самое зелье которое на людей так по-разному влияет отец рассмеялся валюша у тебя на лице все мысли написаны я трезв и полон здравомыслия просто есть многое на свете друг гурацию я потеряла до речи прошел месяц и дело потихоньку идет к весне вы удивитесь но все произошло именно так как и сказал отец мы втроем живем валеном доме отец работает не покладая рук живет на два дома наш и мишин да еще клиника он загружает себя настолько что я иногда боюсь за него таким он иногда бывает изможденным и уставшим но когда я вижу как блестят его глаза и как он счастлив я просто прошу его не так сильно жить у меня такое чувство что он вырвался из какого-то кокона из плена в котором провел долгое время и что сейчас он живет на полную катушку торопится и стремится успеть все я не хочу и не буду описывать нашу жизнь скажу только что мы счастливы а счастье любит тишину и тайну она не любит яркого света и перемывания всяких разных подробностей этого мне хватает и на работе как меня валя не уговаривал с работы я не ушла и продолжаю оперировать вот только добираться далеко и иногда я остаюсь ночевать в нашей квартире первый раз мне было так страшно что я зажгла везде свет и не могла спать особенно я боялась зеркал мне казалось что меня может затянуть туда туда в мою прошлую жизнь а там незнакомый и жесткий голос снимет с меня личины и от меня просто ничего не останется мне было там настолько жутко что валя пришлось переночевать в этой квартире со мной несколько раз только тогда я успокоилась и спокойно стала там оставаться миша действительно развелся и машенька пока у матери но отец говорит что она сбежит к мише я ему сейчас верю я ему верю до чего же приятно говорить эти слова верю люблю живу а что еще человеку надо лесник любил закаты он любил закаты рассветы солнце в зените дождь туман снег мороз жару эти особенные запахи когда земля парит или листья мокнут под осенним дождем или грозу когда все грохочет так страшно что напоминает войну и прошлую жизнь его прошлая жизнь она была уже даже не в тумане а где-то на затворках памяти в большом сундуке запертом на такой огромный ключ что его при всем желании не потеряешь тут у него промелькнула видение как какая-то смутно знакомая женщина этот ключ именно что и потеряла несмотря на размеры он сосредоточился постарался понять кто это но видение исчезла раньше чем он смог хотя бы рассмотреть незнакомку так тому и быть сказал антек бурану и его семейству и повторил задумчиво так тому и быть они сидели на крыльце и любовались закатом лесник знал что скоро наступит осень поначалу яркая и щедрая но надо будет трудиться не покладая рук перед долгой и суровой зимой много дел он даже немного пожалел что рукастый николай ушел но он знал что задерживаться здесь без особой на то надобности нельзя значит придется управляться самому сдержим бурушка он потрепал пса по голове прислонился к теплым бренном дома прикрыл глаза и увидел как дочь николая пишет на листке бумаги адрес деревенского колдуна и кидает его в сумочку кому она отдаст этот адрес то будет следующим гостем если бы антек захотел он бы узнал он бы смог но зачем он любил сюрпризы и неожиданности он любил знакомиться любил людей особенно любил когда они уходили от него здоровые полные сил и счастливые а пока ужин иди спать собаки скомандовал лесник своей стали поднимаясь на ноги стая согласно взвыла эти слова были ее любимыми